здравствуйте прямой эфир несмотря на праздничный день телевидение должно работать вот оно и работает мы начинаем прямой эфир вопросы можно задавать по телефону который будет на экране у меня в гостях сегодня серёжа стерненко сергей стерненко лидер областной организации правильного правый сектор в одесской области правый сектор который вызывают у одних непонимание у других какое-то такое напряжение а у у третьих по моему зачастую просто безразличие ну у каждого каждому как говорится свое здравствуйте добрый день и пригласил я серёжу по поводу событий которые произошли буквально накануне праздников это штурм в прошлом добровольческими не батальонами а представителями добровольческих батальонов одесского облсовета на предмет собственно говоря давайте посмотрим сюжет в котором одна из активисток а именно наталья кручинина четко и ясно объясняет причину стояния возле облсовета сегодня сессия у нас в областной рады и сегодня мы будем обратиться до наших депутатов областной ради с проханием затвердить проект решения я ему не призначать добровольцев учасниками атомы сессия я повинна визнати на областном уровне и звернуться с проханием до парламента визнати на всеукраинском уровне и деться про які саме збройные формирования и деться про правый сектор и деться про украинскую добровольческую армию уда и деться про карпатскую сечь про унсо то есть все добровольческие формирования яки практично айдар яки практично ще з майдану деякі пішли хлопцы и в айдар и в другий правый сектор воювати уже два роки воюют и гинуть поранених дуже багато получают калитства итак сережа роль добровольческих батальонов первые дни будем так говорить антитеррористической операции хотя на самом деле войны ну роль добровольческих формувань в перші месяцы російсько-украинской войны была дуже вагомою крім того що вони забезпечували утримання деяких ділянок фронту і вели наступальні бойові дії по декільком напрямкам вони відігравали ще свою роль в тому щоб підбадюрювати збройні сили України тому що це люди вмотивовані це люди які знали чому вони туди прийшли залечу і що їм треба робити і дуже часто я пам'ятаю і зараз теж до речі військові звертались до керівників добровольчих формувань на той момент з проханням дати на підсилення умовно кажучи одного чи двох добровольців на взвод або на роту для того щоб підвищити загальну мотивацію бійців під час ведення бойових дій по суті своїй по суті своїй добровольчі формування в перші часи війни стали своєрідним кістяком українського супротиву на сході ну не зовсім так спільно спільно були бойові дії були добровольчі добровольців і що ж мешало в то час їм стати кадровими воєнними або так це було невозможне і отримати все що необхідно всі документи необхідні для того щоб стати офіційно військовими силами України ну це питання таке воно досить багатограмне на нього можна теж багатьма різними відповідями відповідати по-перше ну це можуть бути якісь власні переконання війця я так і відповідаю це можуть бути власні переконання війця важливо було зберігати свої батальйони добровольчі під названням я б не сказав важлива була на той момент ефективність дук і так далі і тому подобне или была важна так вот я питання питання було більше в ефективності тому що збройні сили України вони однозначно зробили дуже вагомий внесок у стримуванні агресора і у звільнені територій українських але все ж таки ситуація з особовим складом з командуванням з забезпеченням з оперативністю реакції і взагалі з реакцією у добровольців і у кадрових військових або людей яких які прийшли на службу через повістку це були дуже була дуже і зараз є величезна різниця тобто добровольці мали скажемо так більш спрощений варіант ведення бойових дій і з командуванням було простіше знаходити спільну мову аніж це могло б відбуватись у Збройних силах України плюс плюс до того ми знаємо прекрасно яка зараз бюрократія в Міністерстві оборони в Збройних силах України ми знаємо чудово про те що багато вищого офіцерського складу є умовно кажучи недобросовісними людьми які в ті часи і зараз так само більше відстоювали і відстоюють якісь власні інтереси аніж державні ну це факт і ми це так само розуміємо понятно то есть конечно все понимают телефон да ну ладно звоните говорите мы вас слушаем здравствуйте говорите пожалуйста да говорите добрый вечер я хотела бы Сергею задать несколько вопросов говорите я вас очень уважаю и хотела бы вас спросить скажите пожалуйста что вы делаете как политическая сила защите города в каком плане о том что уничтожает зеленая зона уничтожает деревья застраивает город уничтожили нет восстановление жилого фонда нет восстановление нашей красивой одессы старой одессы простите пожалуйста ваше ваше имя можно я хочу задать вам вопрос ваше имя чтобы обратиться как вас зовут простите татьяна как татьяна татьяна танюша у меня вот какая какой к вам вопрос вы звоните к нам очень часто я уже узнаю ваш голос и очень вам благодарен за то что вы звоните и задаете вопросы нашим гостям достаточно острый но все время вот таким лейтмотивом можно сказать звучит ваше отношение к нынешнему мэру вот это понятно и это уже это уже читается в каждом вашем вопросе скажите пожалуйста почему ответьте мне на мой вопрос почему в течение всей последней истории нашего города начиная с 90-х годов нам приходится бороться с кем-то за за его благополучие можно я вам значит я вам хочу сказать такое свое мнение что за город в котором мы живем вот почему объясните я ну во первых наша жизнь борьба это хорошо сказано и тогда мы оправдываем все это во первых но меньше всего мне приходилось бороться за свой город это во времена гурвица понимаете и тогда тоже приходилось бороться с чиновниками окружением там которыми я была не согласна вот но тогда я считаю что это самый лучший мэр был которые еще были у нас в истории там мэра с которыми можно как-то согласиться но сейчас просто вы знаете вы же меня узнаете и знаете о том что я переживаю за нашу природу за наш город в котором я родилась и не первое понимаем поколение для вас он сохранился и поэтому я обращаюсь к сереже а сережа паприот и я хотела знать может быть он что-то отслеживает пляжи которые нельзя подойти и которые те дают местечко на пляже где-то там в конце если ты не можно 150 гривен купить вот мне бы хотелось узнать у сережек понятно спасибо спасибо я почну с того что как бы у нас было шесть рук мы бы были набагато эффективнейшими и как бы у нас было больше часу и организаційного ресурса мы бы працювали на в деколька разов больший обсяг роботи могли бы виконувати одночасно это по-перше додам до цего что зараз у нас дуже багато роботи по судовому процесу тому ж по другому травня очень много работ и еще по одному криминальному процессу это вбивство в троицкому яке было 2 травня цего уже року когда банда місцевых покидьков забила насмерть человек буквально ни за что если есть какая-то конкретная проблема вы можете за любви вернуться до нас до нашей организации и мы будем как-то намагаться вместе с вами решить но я хотел бы еще заметить что правый сектор это не какая-то абракадабра не какая-то чупакабра которая неведомо згідки вылезла все на свете может и все сделать правый сектор это такие самые граждане украины которые объединялись в лавах одной организации для достижения общей цели и мы кроме того что мы делаем какую-то работу мы еще пытаемся людям пояснивать давать пример что наше життя зависит исключительно от нас и от нашей деятельности и не важно никогда чекать какого-то доброго волшебника на вертолетах умовно кажучи який прилетит и все сделает за нас ну это рабское мислення еще с радянской эпохи треба и самим объединяться и действовать на местах и все что в наших силах мы готовим допомогти вы занимаетесь общественной деятельностью это общественная деятельность уже достаточно давно ну для вас давно в общем то года два наверное больше двух даже больше двух вы участвуете в демонстрации перед областной государственной администрацией ну и перед облсоветом находится в одном здании вы прекрасно понимаете как политики как общественные деятели что эта демонстрация по большому счету результат никакой не преследует по той простой причине что даже облсовет даже если он примет 88 постановлений о том что считает добровольцем я сейчас объясню я уже понимаю до чего вы ведете хорошо все процедура наступна уже деколька областных рад прийняли аналогичные решения как было принято одессою и минулою пьятнице что необходимо есть законопроект до Верховной Ради уже больше года он там находится но он не был ни на никаком расследовании потому что это никому не цікавит Верховный Рад про визнание самим добровольцем про надание им законного статусу законных пильг и для того чтобы можно было их приревняти на законодавчем на вищем уровне до участников боевых действий Верховная Рада цей законопроект не не расследует и вряд ли она будет его расследовать если ее не примусти до этого когда более половины областных рад принимают аналогичные решения они же не просто принимают решения про визнание добровольцем ветеранами войны мы прекрасно понимаем что де юрия это не имеет никаких правовых наследов это лишь звернение и по суть оно закрепляет думку областной Ради умовно говоря одночасно з цей думкой областной Ради иде звернение до Верховной Ради від областной Ради з проханием закрепити на законодавчем уровне статус добровольцем коли больше 50% діючих областных рад зроблять звернення я гадаю це буде досить скоро вже будуть всі законні підстави якось більше з сторони громадянського суспільства тиснути на Верховну Раду змушувати її розглядати даний законопроект зрозуміло таким чином областна Рада прийняла постанову про і звернулася з відповідним проханням з відповідним проханням яке можна і не почути ну я думаю коли більше половини ну чути не обов'язково я казав Янукович почую кожного так второй фрагмент пожалуйста штурм штурм областной Ради Раду так ну вот мы как раз говорили по поводу этих кадров что есть один человек который порезал руку да когда разбил стекло в дверях так так а эта толкотня вот эта она была во время выхода так 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 и вот вошли вы в зал заседаний все замечательно поведение депутатов понятно на сцене какие-то такие товарищи которые один с закрытым лицом что вообще уже немножко поднадоело если честно потому что это уже больше похоже на студенческий театр какой смысл закрывали стильки людей стильки думают да но один человек все остальные значит ультиматум и в результате выступления Михаила Николаевича Саакашвили честно спрашиваю потому что ходят слухи что облсовет ожидал отчета в этот день Михаила Николаевича и ситуация которая состоялась была спровоцирована чтобы этот отчет не состоялся отвечать я бы с вами не погодился не надо со мной соглашаться звит Саакашвили насколько я знаю не відбулся потому что Саакашвили покинул сесийную залу в результате деякие ЗМИ взагалі писали что поява активистов в тот момент зірвала сессию областной рады но это было абсолютно не так потому что после того как было принято решение про которое мы говорили областная рада продолжила свою работу и уже после этого приняла еще ряд решений до речи одни из которых очень важны это решение которое ухвалило программу развития молодых в развитии программу такого культурного военно-звитого не военно-звитого не военно-звитого перепрошу культурного вихования молодых на территории области патриотичного которое уже давно не могли бы они принять и как раз ухвалено было данное решение десь аж через хвилин 40 после того как залу покинули активисты поэтому я бы не стал как-то связывать звит Саакашвили и появу активистов тут уже нужно его спросить хорошо итак фрагмент третий цего дня это фрагмент выступления Михаила Николаевича Саакашвили в зале и выступление его не выступление а судя по всему интервью какое-то фойе областной администрации послушайте два фрагмента и вы поймете наверное вопрос который я задам следующий вопрос который я задам моему гостю прошу вас я благодарен за то что вы поймете вопрос вы прекрасно понимаете что есть вопрос наших героев которые под разными флагами под разными формированиями в разных формах потому что не было одной принятой формы как пойти на фронт как пойти на войну когда люди шли на войну никто не спрашивал в этом формирование или другого шлешки просто с оружием руках защищать страну и конечно потом целить людей и поэтому я предлагаю вам чтобы не было конфронтационность сесть и отговорить я с удовольствием сяду с вами я говорю и вместе найдем решение я думаю что никогда у вас не было проблем в этом зале со мной общаться я думаю что мы вместе пообщаемся политические требования это одна вещь но есть правила цивилизованного поведения поэтому начальник полиции города работайте со всеми группами ее области прокурор генеральный прокурор здесь но и новый прокурор уже назначенный и вместе разбирайтесь чтобы конкретно общество знало что законные вещи требовать не нужно добивать каким-то незаконным методом это четкая моя позиция вот так вы слышали что в зале звучало одно ну может за этот час ему кто-то из администрации президента передзвонил я не выключаю такого момента я я понимаю в принципе потому что понятно звучало патриотизм согласие и так далее и тому подобное а в фойе уже буквально через так я понимаю через несколько минут поручение начальнику милиции прокурорам разобраться и так далее и тому подобное между прочим есть ли какие-то санкции сегодня на данный момент мне невидимо про какие-то санкции никому ни до кого понятно тут просто треба еще проанализовать вот чему люди зайшли таким чином в областную примерно 150 тысяч человек сегодня прошло через антитеррористическую операцию а то и больше это мы не учитываем добровольцев потому что это официальные данные по призывникам о каких льготах идет речь такому огромному количеству людей я понимаю это здоровые люди я не имею ввиду инвалидов инвалидов я вас прошу дальше потому что среди добровольцев есть не только погибшие которые и семьи которые нужны всяческое содействие и финансовую помощь ежемесячную ежедневную не говоря уже есть и инвалиды это уже дальше а вот сейчас объясните мне пожалуйста какие льготы проезд бесплатный в троллейбусах в троллейбусах что это статус отримания участника боевых действий позволяет наскольки мне видимо отримать позже збольшенную пенсию это пильги на коммунальные послуги на данный момент поезд в громадном транспорте ну и еще ряд больше дробных категорий пильг для громадян а вот теперь как молодой человек человек который действительно ну патриотичен который проявил себя вы проявили себя как патриот как вы относитесь лично к тому что патриотизм равно льготы проезд в транспорте и больше какие-то еще мелочи если мы говорим про патриотизм я считаю себя патриотом этой страны националистом но я никаких пильг не требую потому что я не воював по факту я не защищал цю государство на сходе но люди которые с оружием в руках находились там вели боевые действия защищали наш суверенитет наш спокий в первую очередь и мирное небо тут над нашими головами однозначно уже прошло а то сегодня не закончилось но люди погибают погибают в большей меньшей мере но каждый день погибают каждый день страна которая что опять звонок сейчас сейчас секунду страна которая сегодня повысила не может прокормить и обеспечить семьи погибших за это очень здорово у нас харчуется много тысяч армия чиновников народные депутаты министры у них проблем нет это продолжается и это не зависит от того вошли добровольцы в зал нашего облсовета или не вошли это продолжается значит если сегодня мы не можем обеспечить наших грубо говоря инвалидов войны молодых ребят которые отримают тысячу гривен пенсии и когда у них нет ноги они еще каждого года приходят на комиссию чтобы подтвердить что у них эта кинцовка вы за меня все сказали мне как человеку который воевал может быть и остался слава богу здоровым и слава богу работает и слава богу более не менее может как-то стыдно просить деньги у страны которые нужно эти деньги дать этим людям эти льготы должны дать этим людям а не обеспечить любой категории других людей здоровых людей какими-то льготами потому что у нас ну вы знаете я могу тоже вам сказать вот мне интересно а че не соромно нашим диамантовым прокурорам че не соромно нашим иншим прокурорам которые ездят на мерседесах с-классу с дисками бриллиантами это порода это порода мы уже говорили на тему в эфире это порода сами создали сами сами теперь плачем по этому поводу мы только рыдаем мы ничего не делаем по этому поводу но у нас звонок давайте говорите пожалуйста извините что пришлось ждать добрый день добрый день я хотел у вас спросить задать вопрос вашему гостю да я понимаю конечно что стыдно прокурор что там едят а ему 32-летнему пацану не стыдно вот здесь пить на 9 мая стариков детей и всех остальных а не участвовать в а то не идти воевать пусть он идет там придет инвалидом как ребята приходят инвалидом и тогда он и будет иметь право рассказывать нам как нам жить понятно спасибо а чему вы рассказываете как мы ниже это имени на 32 21 ну это так на секунду да ну и при этом при всем есть один момент понимаете я отвечу за Сережу я уже имею право на то по возрасту вы говорите вот это отношение жестокости друг к другу оно сказывается на всем на жизни молодых ребят которые сегодня потеряли ноги руки стали инвалидами нетрудоспособными зачастую на семьях которые потеряли кормильцев и которые остались без средств к существованию а если и платятся какие-то средства то вы понимаете что сегодня они уже это не средства к существованию я думаю что нам нужно знаете я хочу вам один пример привести вот тот второй фрагмент вот этой толкотни возле входа в облгод администрацию знаете где я взял я взял в интернете конечно и на по-моему сайте ньюс фронт это сайт сепаратист знаю 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 то есть мы не успели здесь поднять вот эту примитивную легкую и прямо скажем бессмысленную толкотню я бы не сказал так ну сколько людей столько думок бессмысленно по большому счету я думаю иначе ну ладно думайте иначе думайте как это уже пошло туда и это уже совершенно по-другому объяснялось это уже вот это уже были там я уверен были бандеровцы которые ворвались фашисты хунты стандартные беда и так далее подобное а когда на в президиуме стоят на фоне сидящих там председателя его заместителей сзади стоят люди с платками на лице да как они называются балаклава балаклава ну такая да балаклава да то это конечно же кадры которые можно распространять где угодно пока мы не научимся и может быть я говорю с правым сектором с крайне правым сектором который вызывает такую несколько неоднозначную реакцию пока мы не научимся не цивилизованно а действительно ставить задачи которые выполнимы и которые действительно нужно требовать и добиваться их до тех пор мы будем напоминать людей которые бьют в пустой барабан на огромном поле я перепрошу один вопрос которым я хочу закончить судьба инвалидов добровольцев которые не являются сегодня не были военнослужащими которые судя по всему сегодня не признаны страной вот их судьба есть кто как вы им помогаете на данный момент им допомагают лишь волонтеры это единственная помощь которую они ощущают ну по факту так по факту так ведь державы як такой допомоги якщо они не визнаны как учасники бойовых дей они не отримают что я хочу сказать я конечно небольшой политик и общественной деятельностью я не очень сильно занимаюсь потому что потому что не очень ее люблю сейчас не так вот эта общественная деятельность не очень люблю не нравится она мне зачастую так вот если бы вы стояли за тех ребят инвалидов которые не получают не просто льготы они получают необходимое для жизни я бы пришел и стал с вами но если вы говорите о проезде в трамваях для участников я не стану и думаю что то мои телезрители наши телезрители тоже не станут рядом с вами для того чтобы что-то двигать нужно иметь совершенно другие мне так кажется масштабные задачи серьезные задачи задачи явные совершенно а не проезд в трамваях и троллейбусах извините спасибо огромное что был честен спасибо огромное что выслушал меня да все получилось немножко наоборот но все равно спасибо большое я надеюсь что вот двадцать один год это хорошо двадцать один год это все впереди может быть не в розовом цвете но все таки вся жизнь вся жизнь впереди и может действительно вот этот патриотизм назовем его как угодно национализм патриотизм цивилизованный наш отечественный патриотизм украинский он все таки выведет нас на какую-то более не менее разумную я бы сказал дорогу разумную не оголтелую я только за разумито что будь яка дия это протидия надея нашей влады спасибо большое спасибо вам за то что были с нами извините если я немножко был в чем-то не очень корректен извините всего доброго спасибо